Россия должна отказаться от доллара. Такую законодательную инициативу готовит думская фракция «Единая Россия». Там считают, что главная проблема – рубль де-факто привязан к доллару, и Россия финансирует экономики США и ЕС, формируя золотовалютные резервы из их активов. А чтобы полностью отказаться от американской валюты, в расчетах и в резервах ЦБ необходимы изменения в законе о Центральном банке и Конституции. В нашей студии в отеле «Арарат Хаят» находится автор инициативы, член Комитета по бюджету и налоговому Госдумы Евгений Федоров. Евгений Алексеевич, здравствуйте. Если доверие к рублю повышать административными методами, а не экономическими, не вызовет ли это обратный эффект? То есть рост спроса на валюту и, возможно, увеличение вывоза капитала? Вообще никаких административных методов вообще не шла речь, и о запрете уж тем более. Обсуждается вопрос изменения принципа эмиссии рубля. Сегодня рубль осуществляет эмиссию ЦБ через валютную биржу. То есть фактически производится рубль, он поступает на биржу, выкупаются доллары и евро. Эти доллары и евро направляются в резервный фонд, где фактически исчезают из экономического оборота. То есть происходит такое исчезновение их. А соответственно эти доллары, которые выпущены в Федеральные резервные системы, по соглашениям между ФРС и правительством Соединенных Штатов поступает в бюджет Соединенных Штатов Америки. То есть фактически на каждый рубль, который выпустил Российский Центральный Банк, прибавляется пропорциально в долларах бюджет Соединенных Штатов Америки и европейских стран. Соответственно мы кредитуем, и не просто кредитуем, а просто финансируем напрямую бюджеты других стран, которые нас богаче. Это во-первых неправильно, во-вторых этот механизм не позволяет нам запустить собственный механизм инвестирования в промышленности, в экономику. Из-за этого у нас ставка ЦБ 8%, потому что у нее нет денег, он все деньги отдает в Америку. И в отличие от Европы, где ставка меньше 1%, или Америки, где ставка чуть выше 0%, и Японии вообще 0%. Соответственно наши промышленные предприятия и инвесторы обращаются за кредитами в Европу, в Америку и в другие страны, потому что у нас дорогие кредиты получаются. И соответственно они сами туда переезжают. В результате у нас нет вообще национального крупного частного бизнеса вообще в России с точки зрения его собственности. Обязательно надо поехать куда-нибудь на Гибралтар и там зарегистрировать собственность, и тогда ты получишь западные кредиты и сможешь подстроить предприятие в России. То есть принципиально неправильная система работы экономики в течение 20 лет после поражения 1991 года. Вот мы изучаем вопрос, как изменить эту систему. Это позволит, ну вот только через механизм, о котором я сказал, любой может посчитать на калькуляторе, мы потеряли 10 бюджетов. То есть условно говоря, каждый россиянин заплатил два налога в российский бюджет и в американский с европейским. И мы потеряли механизм фактически формирования национальной экономики вот как таковой. Что касается инициативы обязательства Центробанк вкладывать резервы в рублевые, а не валютные активы. А есть ли на внутреннем рынке сопоставимые по надежности инструменты, из которых ЦБ мог бы сформировать резервы без риска их потерять? Вот этот механизм привел к тому, что у нас нету фактически надежных действительно инвестиций. То есть они есть, но их надежность ниже по системе рейтингов, опять же разработанных в Нью-Йорке, а не в России. Но мы предлагаем изменить принципы инвестирования рубля. То есть мы считаем, что рубль должен инвестироваться через национальные банки в российскую экономику напрямую, а не через валютную биржу. То есть напрямую ЦБ должен предоставлять средства банкам Российской Федерации в виде инвестиций, как он это делает. Это порядка от 1 до 2 триллионов рублей в год, имиссия ЦБ, чтобы имелось представление о цифрах. Вот эти цифры должны поступать в наши банки, и дальше наши банки должны по ставке нормальной, не 8%, а может 1-2% кредитовать, с учетом, правда, плюс еще посредники, кредитовать российскую экономику. В этом случае российские предприятия будут искать кредит не за рубежом, а в Российской Федерации. И, соответственно, они начнут перестраивать всю деятельность на Россию. Плюс из этого и элиты перестанут ездить за рубеж, а начнут приживаться в Российской Федерации в плане своей жизни, хранения средств, инвестирования, строительства, вложения в недвижимость, обучения детей и всего-всего-всего остального. То есть это ключевой момент неправильного развития Российской Федерации с 1991 года. А если всю экономику страны перевести исключительно на рубли, то как быть с государственными займами в валюте на внешних рынках? Ну, во-первых, государственные займы в этом случае Российской Федерации будут давать еще с большим, так сказать, предложением и с более хорошим ставком. А во-вторых, речь не о том, чтобы что-то куда-то перевести. Речь идет о механизме эмиссии рубля. А резервный фонд должен быть. Но вот само руководство Центрального Банка в лице Уликаева говорит, что больше половины резервного фонда вредны. Они правильно говорят. Потому что вы же знаете, как сегодня в условиях кризиса борется Европа, Америка с кризисом. Они печатают доллары и евро. Соответственно, резервные наши фонды, опираясь на доллары и евро, с каждым днем дешевеют и дешевеют и дешевеют. Это же понятно. То есть мы не только оплачиваем через механизм Дания, который я до этого сказал, но мы оплачиваем и антикризисные меры Соединенных Штатов Америки и Европы. И это само по себе неправильно. А резервный фонд должен быть не как сегодня почти 100% эмиссии, а где-то процентов 15-20, не больше. Спасибо. В нашей студии в отеле Арарат Хаят был член комитета по бюджету и налогам Госдумы Евгений Федоров.